Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Вы готовы уже к изменению трендов на финансовых рынках? Дело в том, что мы продолжаем получать сигналы, указывающие на то, что текущее ослабление доллара США – это не коррекция, а смена тренда. И речь идет не о техническом анализе, а о фундаментальных изменениях. В последние несколько недель мы все чаще получаем неожиданно слабые данные в различных макроэкономических отчетах из США. Проще говоря, крупнейшая экономика мира замедляется быстрее прогнозируемых темпов. Как следствие, инвесторы задумываются о том, что Федрезерв замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки. На это указывает снижение доходности десятилетних гособлигаций США. Важно понимать взаимосвязь. Укрепление доллара США, которое мы наблюдаем более года, обусловлено повышением ключевой процентной ставки Федрезерва. Рост процентной ставки подталкивает доходность американских гособлигаций вверх, привлекая все больше инвесторов с других рынков. С начала текущего года доходность десятилетних гособлигаций США выросла в три раза, превысив отметку в 4%. В то время как доходность десятилетних гособлигаций Японии остается ниже 0,25%. И вот теперь мы получаем сигналы, указывающие на перспективу замедления роста ключевой процентной ставки ФРС, что в свою очередь приведет к снижению доходности гособлигаций и впоследствии к ослаблению доллара США. Вчера Банк Австралии не оправдал ожидания рынка, подняв ключевую процентную ставку всего на 25 базисных пунктов, при прогнозируемом росте на 50 базисных пунктов. По сути, мы получили первый прецедент замедления темпов ужесточения монетарной политики. Поэтому дальнейшее ухудшение макроэкономических показателей из США будет увеличивать вероятность снижения темпов роста ключевой процентной ставки Федрезервом, тем самым оказывая давление на доллар США. Ослабление американской валюты будет способствовать росту сырьевых активов, фондовых индексов и даже криптовалют. А теперь перейдем к главному событию сегодняшнего дня. Речь об экстренной встрече ОПЕК+, на которой будет обсуждаться вопрос об уменьшении объемов добычи нефти картелям. Наиболее вероятным итогом этой встречи будет сокращение добычи приблизительно на 1 миллион баррелей в сутки. Учитывая тот факт, что Китай увеличивает потребление нефти, а доллар США снижается, этого сокращения будет достаточно для дальнейшего роста цен на черное золото. А теперь перейдем к рынку криптовалют. Несмотря на то, что глобальных изменений не произошло, вероятность реализации медвежьего сценария резко сократилась. Ослабление доллара США, особенно если оно окажется долгосрочным, является сильным бычим фундаментальным фактором для рынка криптовалют. Тут важно отметить, что не сам факт ослабления доллара США оказывает поддержку криптовалютам, а все те факторы, которые давят на него, о них мы говорили в начале этого видео. Снижение доходности гособлигаций США будет способствовать снижению интереса к ним, и как следствие увеличит интерес к более рисковым активам, в том числе и к криптовалютам. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!